Ты знаешь, что у нас в Петербурге наконец заканчивается драма Наполеона, заканчивается, подходит к своему финалу процесс над доцентом Соколовым. Причем мне эта история уже, честно говоря, давно неинтересна и более того, безразлична. Я как бы сливки с этой драмы, как и вся пресса, снял с этого хайпа. Но понимаю, что сейчас в обществе есть по привычке вот этот истеричный запрос о предельно жестоком наказании для доцента Наполеона. Что я могу сказать об этом? Что, конечно, часть наказания наиболее для него болезненную и страшную он уже получил. Он на протяжении почти года, по-моему, подвергался массированному публичному шельмованию, изучению его капель спермы, его крови, того, как он пилил, как он выносил, сколько он пил, насколько он маньяк, разбирали его походку, его манеры, его прошлое, его будущее. Я полагаю, что в Питере вот те коты, которые имеют обыкновение сидеть на коленях у своих хозяев рядом с телевизором, они при виде Соколова будут изгибать спину и орать. То есть его знают все. Если публика хочет показательно жестоко, то зона в этом случае вообще не годится. Потому что зона имеет один секрет. На зоне несчастны все. Она так устроена, что любая личная беда мгновенно растворяется в общей беде, вливается в нее. Мне-то все равно, но если хотят максимально жестоко, то я бы рекомендовал оставить его на свободе. Вот, знаешь, заканчивается процесс, гасится свет, судья кидает ему ключи от его квартиры. Он же жутко впечатлительный интеллигент, он в вечной истерике. И самой страшной карой для него будет снова вернуться в ту квартирку, где он пилил ножовкой невесту, почувствовать запах старой крови в воздухе, лечь в ту же кровать, где он стрелял в лицо девочки, идти по мостику, с которого он бросал расчлененку, стать юродивым, на которого показывают все пальцем, идти мимо университетов, в которые он даже никогда не сможет зайти. Ну, во-первых, это тоже повысит туристическую привлекательность Петербурга. Вы все об этом. Да, да. И в зону вообще имеет смысл помещать тех, кто технически может повторить свой проступок, то есть, грубо говоря, чтобы у насильника, который привык таким образом удовлетворять свои потребности, не было бы такой возможности. Ну, а здесь у Соколова, в общем, рецидив малореален, где он еще найдет такую аспиратору. Поэтому, если меня спрашивают, как обойтись предельно жестоко, то вот я подсказываю, это и есть самый, наверное, жестокий вариант.